Доброе утро! Ну что, вчера было очень круто. Это была третья лекция. Вообще, мне очень понравилось. Даже люди называли себя в чате зоопарка, бритвосцилоидами. Меня не подвели мои выводы по первым двум дням. Денис, на самом деле, походу, нашел простой способ с помощью вербального общения слов объяснить людям, как им понять себя на очень глубоком уровне. Как себя поменять, как сделать себя счастливыми. Это очень круто. Я за него очень рад. И я рад, что сам могу сэкономить для себя очень большое количество времени. Потому что работа с внутренним животным, победить себе дракона, ну это много чего стоит. И дальше будет еще круче. Потому что, ну, я, мне кажется, даже знаю, о чем он сегодня будет разговаривать. Это просто великолепно. Это замечательно. Еще очень понравилась мне вчера работа с чатом, с людьми, которые там что-то воевали, кто-то не понимал, кто-то просто убегал. Это было тоже замечательно. И особо без компромиссов. Знаете, хотел бы сейчас процитировать одного из моих любимчиков, Альтро Декорзетский. Он очень хорошо описал вчерашнюю ситуацию. В реальной жизни мы по большей части имеем дело с людьми, которые умственно или нервно расстроены в той или иной степени. Для наших целей мы можем подразделить их, в конце концов, на две группы. Первая. Тех, кто не хочет улучшаться или выздоравливать, но при этом каким-то образом любит свой воображаемый мир и дезадаптацию, связанную с ним. И вторая группа. Тех, кто искренне желает преодолеть свои трудности. В общем, с первой группой крайне трудно или даже невозможно чего-либо добиться. Вторая же группа получит большую помощь с нашей стороны, если мы перезащиваем естества для работы над собой и своими проблемами. Мне кажется, эта цитата как нельзя лучше отражает всю вчерашнюю ситуацию с людьми, с каким-то парнем, который там ругался, с какой-то женщиной, которая отказывалась что-то принимать либо понимать, что для нее были ее внутренние убеждения более ценные, чем какие-либо изменения. Поэтому всем желаю оказаться в этом новом чудном мире, который вы носите всегда с собой, который внутри вас. И когда вы поймете, чем идет эта церковь, вы поймете, насколько это много энергии дает, много силы, много уверенности, много самооценки. И безграничное ежедневное пополнение всего этого и безграничные силы для того, чтобы двигаться, меняться, продолжать эволюционировать. И самое главное, прекращать пользоваться, даже не пользоваться, а поставить себе на службу те части мозга, которые отвечают за определенные функции, и пользоваться высшими центрами нервной системы, которые работают немножко по другим правилам, и более молодые, более юные. Они дают поразительные результаты. Больше пользуются этим чудом природы, которые у нас есть. Всего хорошего. Надеюсь, кому-то еще помогу принять правильное решение, и мы увидимся в этом новом дивном мире с вами. Пока, ребята. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...